Здравствуйте, я Настром 871. Сегодня я хотел бы выполнить обзор и небольшое тестирование нового комплексного антивирусного продукта Касперский интернет секьюрити 2016. Версия 16.00.614. По состоянию на 30 июля 2015 года. Данный защитный комплекс может быть установлен в операционные системы от Windows XP до Windows 10. Поддерживаются и 32 и 64 битные системы. Что касается нового версии 2016. Добавляется функциональность перехода программы в режим ограниченной функциональности после истечения срока действия лицензии. Улучшено взаимодействие программы с поддерживаемыми браузерами. Теперь вместо нескольких отдельных плагинов используется одно расширение. Улучшена защита от фишинга. Улучшен графический интерфейс. Уменьшен размер установочного пакета. Добавлена функциональность защита от сбора данных, а также защита от изменений операционной системы. Добавляется возможность включать режим безопасных программ без проведения анализа установленных программ. Добавляется также возможность создавать правила сетевого экрана в окнах уведомлений и возможность контролировать сетевую активность программы до запуска Касперский интернет-секьюрити. Улучшается окно управления ресурсами и работа защищенного браузера. Добавлена защита от несанкционированной записи аудиосигнала со встроенных и подключаемых микрофонов. Для обзора и тестирования используется операционная система Windows 10, профессиональная, 64-битная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор Intel Core 2 QA9-550-283 на ядро, 4 ядра, 16 гигабайт оперативная память, 1 тарабайт винчестер. Для данного теста мной были подготовлены архивы, которые содержат зловредные объекты. Первый архив основной, 195 файлов, где располагаются угрозы, собранные в период времени с 10 по 16 июля 2015 года. Второй архив, дополнительный, также содержит отобранные объекты в количестве 457, собранные в июле 2015 года. Третий архив, дополнительный, объекты представлены в нем без отбора, 819, собранных в период времени с 17 по 23 июля 2015 года. Объекты в данном архиве фильтровались только на предмет полного совпадения, дубликаты угроз оставались. Что касается технологии отбора зловредных объектов, то сканеры, которые вы можете наблюдать на рабочем столе, к данному отбору никакого отношения не имеют. Я использую несколько сканеров, которые широко не распространены и используются в разных частях света. Тем самым я исключаю какую-либо территориальную привязку угроз и какого-либо определенного специфического их выбора. Любые совпадения по количеству обнаруженных зловредных файлов в находящихся архивах являются случайностью. Для теста также подготовлен архив, который содержит 359 троянов шифраторов и стандартные дополнительные архивы 35 бат скриптов и 16 объектов, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. На рабочем столе располагается папка для шифраторов. Внутри находятся объекты архивы самых распространенных форматов, видео различных форматов, документы всевозможных форматов, музыкальные объекты и файлы изображений самых распространенных форматов. Если в процессе запуска оставшихся зловредных объектов будет работать троян шифратор, впоследствии, посмотрев данную папку, мы сможем убедиться в том, какие категории объектов подвергали шифрованию, выполняем распаковку основных архивов со зловредными объектами. Выполняем проверку первого архива. Из 195 объектов сканер считает зловредными 194. Второй архив. Из 457 объектов сканер считает зловредными 452. Третий архив. Из 819 представленных объектов все считаются зловредными. Энкодеры. Из 359 зловредными считаются 358. Удаляем распакованные архивы. Очищаю корзину. После того, как зловредные объекты удалены, выполняем перепроверку системы для того, чтобы подтвердить, что перед установкой антивирусного комплекса и до проведения каких-либо тестовых мероприятий на территории компьютера никаких заражений не присутствует. Сканер Zimano. Глубокая проверка системы. Hitman Pro. Молва и байтс антимолва. Версия премиум. Быстрая проверка. Угроз на территории компьютера обнаружено не было. Hitman Pro на территории компьютера угроз не обнаруживает. Zimano антимолва каких-либо опасных объектов на территории машины не обнаруживает. Приступаем к установке антивирусного комплекса. Для удобства наблюдения за нагрузками, я запускаю диспетчер задач Microsoft, который отображает в режиме реального времени нагрузку на процессор, использование памяти, диска, сеть. В системе работает комода Killswitch, который поможет отслеживать нагрузки на основные компоненты антивируса. Приступаем к установке интернет-секьюрити. Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Принимаем. Преимущества Касперский Security Network и положение о Security Network. Принимаем. После проверки совместимости операционной системы и поиска программ, которые могут быть несовместимыми во время работы данного антивирусного комплекса, начинается загрузка компонентов программного обеспечения и последующая установка. Появляется значок на рабочем столе. Запускаем программное обеспечение. Подготовка к запуску программы. Открывается главное окно продукта. Перед тем, как продолжить обзор. Для того, чтобы система работала корректно, мы выполняем обновление баз данных и компонентов антивирусного комплекса, после чего компьютер будет перезагружен. Обновление выполнено. Выполняется рестарт системы. После рестарта появляется сообщение о том, что защита находится во включенном состоянии. Появляется информатор, который в дальнейшем можно более не показывать. Галочка сразу выставляется. Загружается главное меню продукта. Версия 16.00.614.a. В верхней части располагается знак вопроса, при нажатии на который открывается справочная информация. От информации о самой справочной системе до уведомления о товарных знаках, например, аппаратные и программные требования. Далее располагается информация о состоянии защиты. В настоящее время компьютер защищен. Можно посмотреть подробную информацию в центре уведомлений. Имеющиеся проблемы общего характера лицензирования. Установлена пробная версия, отсутствует лицензия. Можно посмотреть подробную информацию о лицензии. Защита активных угроз не обнаружена. Базы и программные модули актуальны. Основные компоненты защиты работают. Если в процессе работы будут возникать какие-то вопросы, связанные с обнаружением зловредных объектов, подозрительных объектов и прочая информация, которая требует участия пользователя, все это мы увидим в центре уведомлений. Ниже располагаются основные блоки. Это проверка компьютера на наличие угроз. При нажатии открывается элемент проверки. Полная проверка. Запускаем. Схематически отображается проверяемая территория в процентах. Сколько объектов проверялось. Проверяемые элементы. Проверку можно остановить и получить общую информацию. Остановленную можно возобновить. Либо перейти к просмотру полного отчета. Быстрая проверка. Аналогично, но проверяются только опасные директории системная память. Выборочная проверка предлагает нам либо добавить объекты, указать путь к расположению, например, диск F и запустить проверку данного диска. Либо перетащить объекты в область выполнение проверки. Например, папку со сканером. Проверка внешних устройств. Если в настоящее время имеется подключенное внешнее устройство, а такое устройство USB сейчас подключено, оно отображается и можно запустить проверку. Просмотр менеджера задач. Запущенных проверок нет, недавние проверки здесь отображены. Можно просматривать полный отчет. Можно перейти к расписанию проверки. Полный либо быстрый. Запуск вручную, либо из представленного списка. Сохранить. Следующий элемент обновления. При нажатии на обновить выполняется проверка на наличие обновлений. Программа работает в автоматическом режиме, проверяет наличие новых баз и если они существуют, то загружает. Здесь же можно перейти к режиму запуска обновлений в настройке и посмотреть справочную информацию в отчетах. При нажатии на обзор вирусной активности в мире запускается браузер и открывается соответствующая страница. Следующий элемент безопасные платежи. Открывается мастер добавления веб-сайтов в безопасные платежи. Добавляем веб-сайт, указываем URL и выбираем каким образом будет выполняться открытие данного сайта. Сразу будет запускаться защищенный браузер, запрашивать действия, либо не запускать защищенный браузер. Добавляем адрес Сбербанк Онлайн и элемент добавлен. Теперь можно запустить защищенный браузер при открытии данной страницы. Открытие выполняется сразу в защищенном режиме. Имеется возможность запустить экранную клавиатуру, как для ввода логина, так и для ввода пароля. Следующий элемент родительский контроль. При загрузке предлагается установить и подтвердить пароль, потому что в противном случае данный элемент будет работать некорректно. Пользователь, чьи права ограничены, сможет без парольной защиты самостоятельно видоизменять настройки. Мы пропускаем данный этап и переходим к родительскому контролю. Выбор пользователя, чей контроль будет ограничен. Можно настроить ограничения, либо просматривать отчеты. Настройка ограничений. Использование компьютера. Включить-выключить контроль. Точное время использования. Программы. Блокировка игр по содержимому, в зависимости от выбора системы ограничений. Блокировать игры из категории для взрослых и указать конкретные программы. Можно добавить программу в список. Ограничение доступа в интернет. Общение. Известные контакты. Контроль содержимого. Контроль передачи личных данных. Контроль употребления ключевых слов. Можно настроить профиль по возрастным группам. Импортировать-экспортировать. И просмотр отчетов по тематике. Здесь также можно переходить и в настройки каждого конкретного элемента. Дополнительные инструменты. При нажатии на данную вкладку открывается экран номер 2. С правой стороны располагаются блоки контроль программ. Мониторинг сети. Отчеты. Контроль программ. Открывает соответствующее меню программы. Можно перейти к управлению программами. Текущая активность и показать всю активность. Мониторинг сети. Сетевая активность. Открытые порты. Сетевой трафик. Заблокированные компьютеры. Отчеты. За сегодняшний день, за последний месяц, либо выбираем из списка. Подробные отчеты. Здесь можно выбирать все события, либо какие-то конкретные из списка и период времени. С левой стороны располагаются дополнительные элементы. Защита приватности. Защита от сбора данных. Включена. И отчеты за последнее время. Можно посмотреть более детальную информацию. Перейти к настройке. Доступ к веб-камере за последние 30 дней. Можно посмотреть более детальную информацию. Либо перейти к настройке. Устранение следов активности. Запускает мастер устранения следов активности. Выполняем поиск. Найденное разделяется на рекомендуемые действия, настоятельно рекомендуемые действия и дополнительные действия, которые не всегда нужно выполнять в зависимости от потребностей. В любом случае, впоследствии можно откатить сделанные изменения. Режим безопасных программ. Здесь мы можем получить большую информацию через сеть интернет. Каким образом включается и как работает все наглядно, очень четко демонстрируется. Можно просто включить данный режим и выполняется проверка системных файлов, установленных программ и исполняемых файлов. Проверка завершается. Режим безопасных программ включен. Информация о количестве заблокированных запусков. Можно перейти к управлению программами и выключить данный режим. Можно включить и выполнить проверку всех установленных программ. Соответственно, эта процедура займет гораздо больше времени. Проверяются системные файлы, анализ установленных программ и исполняемых файлов и проверка прочих областей. Следующий элемент – центр управления. Позволяет нам подключиться к компоненту MyKaspersky. Здесь мы либо регистрируемся согласно правил, создаем учетную запись. Если же у нас уже имеется, то указываем адрес электронной почты и пароль существующей записи. После выполнения регистрации нам сообщают о том, что учетная запись подключается. Можно немедленно посетить портал MyKaspersky, либо отложить данное действие. Можно просматривать информацию о подключенных девайсах и защищенности. Информацию о лицензии можно добавлять и общая информация. Также можно редактировать настройки MyKaspersky. Защита из облака. Security Network. Компонент включен. Можно узнать больше и просматривать информацию о текущей статистике. Экранная клавиатура и переход к настройкам экранной клавиатуры. Карантин. Информация о файлах, путях нахождения, обнаружении дати. Можно восстанавливать, удалять, либо удалить все имеющиеся объекты. Поиск уязвимостей. Предлагает запустить проверку. Выявляет уязвимости в операционной системе и программах. По окончании проверки можно просматривать, что можно исправить, чтобы ликвидировать уязвимости, которые программа считает либо критическими, либо рекомендуемыми. Настройка браузера. Диагностика Internet Explorer. Здесь также можно выполнить рекомендуемые действия и дополнительные. Касперский Rescue диск. При нажатии на данную вкладку открывается страница, где мы должны получить возможность загрузить данный диск и сопутствующие элементы для его создания. В настоящее время открывается веб-сайт англоязычный Касперский Lab. Восстановление после заражения. Мастер восстановления. Выполняем поиск повреждений. Имеются настоятельно рекомендуемые действия, рекомендуемые и дополнительные действия. В нижней части мы можем перейти к лицензированию, посмотреть информацию о лицензии, более подробную лицензионное соглашение, отключить текущий ключ активации, активировать программу и перейти к покупке кода активации. Перейти в личный кабинет. Открывается MyKaspersky. Перейти к другим программам. И здесь тоже открывается домашняя страница, онлайн-магазин. С левой стороны поддержка, информация о программе, версия операционной системы, версия интернет-секьюрити и далее по группам. Ответы на часто задаваемые вопросы, рекомендации по настройке, форум пользователей, мониторинг проблем. И можно включить запись событий. И переход к более детальной настройке продукта. Настройка подразделяется на компоненты. Общие, защита, производительность, проверка и дополнительные настройки. Защита включена. Интерактивная защита автоматическая работает. Выставлена галочка не удалять возможно зараженные объекты. Автоматически программа запускается при старте компьютера. Если отключить, снять галочку автоматически выполнять рекомендуемые действия, то в компонентах защиты в дальнейшем появляется пункт в настройках при обнаружении запрашивать пользователя. Это ручной режим работы. Если же мы оставляем автоматическую работу продукта, в этом случае в компонентах защиты действия выбирать автоматически и дальше из списка. Можно установить защиту паролем и область применения. Управление программами. Можно выбрать импортировать параметры, экспортировать и восстановить. В этом случае все настройки продукта будут восстановлены на изначальный уровень. Параметры по умолчанию. Все настройки продукта можно подстроить по мнению производителя. На максимальный уровень, оптимальный уровень и минимальный уровень безопасности в зависимости от ваших потребностей. Если вы не хотите самостоятельно более тщательно подстраивать защиту. Компонент защита. Здесь перечисляются компоненты защиты. Некоторые находятся во включенном состоянии. Некоторые отключены по умолчанию. Файловый антивирус. Включение и отключение. Выбор уровня безопасности. Выбор действия. Либо автоматическое принятие решения. Либо в зависимости от настройки. Запрос пользователю. Либо из списка. Блокировать. Лечить. Лечить неизлечимый. Удалять. Удалять. Можно перейти к расширенной настройке. Типы файлов. Изменить область защиты. Добавить. Методы проверки. Сигнатурный анализ. Эвристика. Уровень. Оптимизация проверки. Проверяются только новые и измененные файлы по умолчанию. Проверка составных файлов. Дополнительные параметры. Режим проверки. По умолчанию интеллектуальный. И технологии. iSwift. iChecker. Более подробно о технологиях можно узнать на сайте производителя. Эти технологии позволяют ускорить процедуру проверки, исключая некоторые объекты по определенным алгоритмам, в зависимости от вида технологии. Следующий элемент. Контроль программ. Включение-выключение. Получить больше информации. Настройка ограничений для программ. Доверие, имеющим цифровую подпись. Правила Security Network. Изменить группу доверий для неизвестных программ. Изменить группу доверия для программ, запущенных до начала работы Internet Security. Правила для программ. Защита персональных данных. Управление программами. Управление ресурсами. Категории игр в родительском контроле в зависимости от местности. Можно выставить, определять автоматически. Защита от сетевых атак. Включение-выключение, блокировка атакующего компьютера и выбор времени. Им-антивирус. Включение-отключение и работа с установленными программами. В настоящий момент клиентов трафика на территории машины не установлено. Почтовый антивирус. Включение-выключение. Выбор уровня безопасности. Выбор действия аналогично. И расширенная настройка. Область защиты. Эвристика. Проверка составных файлов. Встраивание в операционную систему. Доступ к веб-камере. Включение-выключение компонента. Запретить всем программам доступ к веб-камере. Показывать уведомления, когда веб-камеру использует программа, которой это разрешено. Управление программами. Защита от сбора данных. Включение-выключение. Обнаруживать запросы, не блокируя. Блокировать обнаруженные запросы. Можно перейти к категориям и исключениям. Отслеживание в социальных сетях. Блокировать сервисы веб-аналитики и сервисы. Блокировать сбор данных рекламными агентами и рекламные агентства. Блокировать сбор данных с помощью веб-маяков. Веб-маяки. Можно запрограммировать исключения. Добавлять заголовок do not track. Разрешить сбор данных на веб-сайтах лаборатории Касперского и ее партнеров. Веб-сайты. Разрешить сбор данных на несовместимых веб-сайтах. При блокировке каких-либо запросов на данных веб-сайтах работа их может быть невозможна. Веб-антивирус. Включение-выключение. Уровень безопасности. Действия при обнаружении угрозы. Автоматически. Либо из списка. И расширенная настройка. Автоматически активировать расширение Касперский протекшн во всех браузерах. Модуль проверки ссылок. Можно настроить исключения. Либо на всех веб-сайтах кроме указанных. Либо только на указанных веб-сайтах. И тогда можно настроить проверяемые веб-сайты. Настроить модуль проверки ссылок. Любые ссылки. Либо только в результатах поиска. И категории веб-сайтов. Настроить доверенные веб-адреса. Дополнительное. Сетевой экран. Включение-выключение. Уведомлять о уязвимостях при подключении к сети Wi-Fi. Можно запретить передачу пароля в интернете в незащищенном виде и показывать уведомления. Разрешать активный режим FTP. Не выключать сетевой экран до полной остановки операционной системы. Блокировать сетевые соединения, если нет возможности, запросить действия у пользователя. Здесь же можно перейти к компоненту сети. Посмотреть доступные сети. И вариант подключения. Публичная сеть. Можно изменять. Удалять. Либо удалять. Настройка правил программ. Касперский лаб. Общие файлы и системный реестр. Права. Сетевые правила. Настройка пакетных правил основных, которые являются приоритетными по отношению к правилам программ. Название, направление, протоколы и действия. Либо работать по правилам программ. Либо разрешать, либо запрещать. Правила активные. Можно изменять существующие правила. Можно удалять правила. Можно перемещать по приоритету. Поднимать выше, опускать ниже. Либо добавить новое правило. Мониторинг активности. Включение-выключение. Защита от эксплойтов. Выбор действия автоматически, либо из списка. Контроль активности программ. Выбор действия автоматически, либо из списка. Откат действия вредоносной программы, либо автоматика, либо из списка. Защита от программ блокировки экрана. Распознавать и закрывать программы блокировки экрана. Также можно в случае блокировки вызвать по комбинации клавиш автоматическое закрытие блокировщика. Контроль изменений в операционной системе. Компонент выключен по умолчанию. Можно включить. Автоматически запрещать изменения. Запрещенные и разрешенные программы. Компонент антиспам. Выключен по умолчанию. Выбор режима безопасности и расширенная настройка при включении. Считать спамом следующие сообщения и выбор. От запрещенных отправителей и можно выбрать список. Добавить. С запрещенными фразами и можно выбрать. Фразы изменять, либо добавлять новые. Считать полезными следующие сообщения. От разрешенных отправителей и выбор. Фразы с разрешенными фразами и выбор. Действия с сообщениями. Добавлять метку к сообщениям, которые признаются спамом. И добавлять метку к теме сообщения, признанного возможным спамом. Антибаннер. Компонент выключен по умолчанию. Можно включить. Методы проверки. Добавление веб-адресов баннеров вручную. Список запрещенных. Список разрешенных. И можно настраивать. Безопасные платежи. Включение и выключение. При первом обращении к сайтам банков или платежных систем выбор действия. Сразу запускать защищенный браузер. Запрашивать действия, либо не запускать. Дополнительно. Для перехода к веб-сайтам из окна безопасных платежей использовать браузер по умолчанию. Можно выбрать из списка. Уведомление о уязвимостях. Блокировать создание снимков экрана. Компонент производительность. Энергосбережение. Игровой профиль. Ресурсы компьютера. Приостанавливать работу файлового антивируса. Позволяет настроить время при остановке. Компонент проверка. Уровень безопасности. Действия при обнаружении угрозы. Проверка внешних устройств при подключении. И действия. Расписание проверки. Полная проверка. Быстрая проверка. И расширенная настройка. Полной проверки. Быстрой. Настройка выборочной проверки. Область поиска уязвимостей. Запускать задачи с правами пользователя. Уровень. Действия. Дополнительная настройка. Блок дополнительно. Обновление. Новая версия программы. Задать режим запуска обновлений. Автоматически или из списка. Источник обновлений. По умолчанию или добавить. Настроить параметры учетной записи. Безопасный ввод данных. Экранная клавиатура. Изменение категорий. И настройка исключений. Защита ввода данных с аппаратной клавиатуры. Изменение категорий. Настройка исключений. Угрозы и исключения. Типы обнаруживаемых объектов. Другие отключены по умолчанию. Исключения. Настроить исключения. Указать доверенные программы. Лечение активного заражения. Технология включена. Самозащита включена. Сеть. Учет стоимости подключения. Ограничивать трафик при лимитном подключении. Контроль портов. Все либо выбранные лаборатории. Можно добавлять. Проверка защищенных соединений. Не проверять. Проверять по запросу компонентов защиты. Всегда проверять. И дополнительные параметры. Прокси сервер. Настройка. Если необходимо. Уведомления о событиях. Восстановить скрытые. Звуковые оповещения. Уведомления о новостях. Информационные материалы. Отчеты и карантин. Отчеты. Хранение. Размер. Можно выполнить очистку. И карантин. Хранение. Ограничения. Подключение к веб-сервисам лаборатории Касперского. Элемент Security Network включен. Можно выключить. Портал MyKaspersky. Подключен. Можно отключить. Вид. Выбор языка интерфейса. И дополнительная анимация. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта можно перейти в менеджер задач. Выполнить обновление. Запустить инструменты активность программ. Мониторинг сети. Экранная клавиатура. Запустить главное окно продукта. Приостановить защиту. И в этом случае необходимо указать на какое время. Включить родительский контроль. Перейти к настройке. Получить информацию о программе. Выйти. При нажатии правой кнопки мыши на каком-либо элементе можно выполнять проверку на вирусы. Посмотреть репутацию в КСН. Посмотреть информацию в Касперский Application Advisor. Мы рассмотрели все элементы нового антивирусного комплекса. Приступаем к выполнению тестирования. Выполняется распаковка первого архива. Вводим пароль и запускаем таймер. В процессе распаковки начинается обнаружение зловредных объектов. Нагрузка. fvp.exe 30% процессор 51. Проверяем свойства папки. Сейчас внутри 188 объектов. Количество сокращается. Открываю папку. И здесь в режиме реального времени мы можем наблюдать, как объекты постепенно ликвидируются. Нагрузка. fvp.exe 70% процессор 89. Первый этап тестирования выполняется с настройками продукта по умолчанию. Единственное видоизменение, которое внесено, это отключен игровой режим. Дело в том, что при записи с экрана монитора возможно распознавание приложения, которое записывает, как полноэкранного. Для того, чтобы продукт работал в стандартном режиме, я вынужден был отключить этот параметр. Все остальные параметры работы по умолчанию в автоматическом режиме. Прошло 2 минуты 30 секунд с момента начала распаковки. Внутри 124 элемента. Нагрузка. fvp.exe 25%, процессор 40. Хочу обратить внимание, что продукт изначально пытается вылечить обнаруженную угрозу. Очистить файл от вируса. Если это невозможно, то объект удаляется. Если возможно, то появляется сообщение о том, что файл вылечен. На цифре 80 удаление объектов прекращается. Я останавливаю таймер 4 минуты 44 секунды с момента начала распаковки. Нагрузка падает и практически незаметна. В папке помимо объектов, которые присутствовали изначально, имеется 3 объекта изображений. Видимо, объекты эти остались после обработки зараженных файлов. Теперь выполняем пользовательское сканирование и продолжаем учет времени. Удаляем рекламный объект. Удаляем. Завершается процедура. Приостанавливаю таймер. Имеется два необработанных объекта. Продукт предупреждает нас о опасности. Два файла. Пробуем устранить угрозы. Упакованный объект. Упаковка может использоваться для защиты вредоносного кода. Предупреждение. Хакту. Утилита для взлома. И варианты. Удаляем. Еще один объект. Удаляем. Все объекты опасные удалены. Сканирование завершено. Внутри папки остается 70 объектов с учетом трех изображений. Выполняем еще одну процедуру сканирования из самой программы. Добавляю указанную папку и запускаю проверку. Продолжаем учет времени. Сканирование завершено. Более опасных объектов не обнаружено. Я вынужден ликвидировать три файла, которые не принадлежат данному архиву. Окончательная цифра после всех сканирований составляет 67. Общее время проверки с учетом лечения 5 минут 23 секунды. Выполняем проверку оставшихся объектов при помощи дополнительных сканеров Hitman Pro. Считает зловредными 20. Zimano Antimalva. Находит зловредность в 29 объектах. Я переименовываю папку по количеству объектов 67. И выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. В процессе упаковки каких-либо предупреждений от антивируса не поступает. Проверяем свойства архива. Внутри 67 объектов. Выполняется перепроверка оставшихся объектов на VirusTotal для того, чтобы подтвердить их зловредность, посмотреть сколько объектов было очищено от зловредного кода и сколько двигателей подтверждают зловредность в файлах, если таковая имеется. Завершается проверка. Из представленных 67 объектов, 18, по мнению VirusTotal, часты в настоящее время были вылечены в процессе обработки антивирусом. Оставшиеся 49 объектов разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из данных 49 объектов более чем 10 двигателями подтверждается 21 объект. Таким образом, если говорить о проценте нераспознанных, если учитывать все 49 оставшихся объектов зловредными, от представленных это составляет 25,13%. Если говорить о 21 объекте, чья зловредность подтверждается более чем 10 двигателями, то это составляет 10,77%. Я удалил из папки с остатками 18 файлов, которые считаются вылеченными, для того чтобы в процессе запуска не тратить лишнее время на запуск этих объектов. В папке остается 49 файлов. Выполняем их дополнительную архивацию. Папка переименовывается. Устанавливаю пароль. В процессе архивирования никаких новых объектов обнаружено не было. Выполняется распаковка третьего архива, где содержится 819 объектов без отбора. Данная распаковка будет выполняться без учета времени. Вводим пароль. В процессе распаковки начинается обработка зловредных объектов. Открываем папку для того чтобы наблюдать количество оставшихся файлов. Одновременно запускается проверка на наличие зловредных объектов в данной папке, чтобы попытаться ускорить процедуру автоматического удаления. Если это будет возможно и программа сможет работать синхронно, то скорость обработки возрастет и объекты будут обработаны быстрее. Если же нет, то все равно нам придется ждать, пока автоматика не закончит процедуру. Проверка подходит к концу. Рекламное программное обеспечение удаляем. Завершается процедура обработки объектов. Результат выборочной проверки. 91 объект вылечен, 312 удалено и 315 не обработано. Имеется два предупреждения. Два объекта не были обработаны. Способ упаковки. Удаляем. И выбираем аналогичное действие ко всем прочим объектам. Еще один объект. Обработан. Более угрозы не обнаруживаются. Выполняем пользовательскую проверку. Файлы перепроверяются. Угрозы не обнаружены. Появляется предупреждение в программе, так как у нас количество суток до окончания пробной лицензии 29. Предлагается купить продукт. Еще раз выполняем проверку оставшихся файлов. Угрозы не обнаружены. В папке 271 объект. Среди них имеются файлы изображений и музыкальные файлы. Достаточно большое количество по отношению к предыдущему архиву. Я вынужден данные объекты ликвидировать, так как они не имеют отношения к присутствующим здесь файлам. И фактически в директории остается 238 файлов. Еще одна проверка. Угрозы не обнаружены. Тем не менее, имеется предупреждение. По всей видимости, оно связано с тем, что необходимо выполнить перезагрузку компьютера, которую впоследствии мы и сделаем. Переименовываю папку по количеству находящихся там объектов. Выполняем архивирование. Устанавливаю пароль. В процессе каких-либо предупреждений от антивируса не поступает. Смотрим свойства архива. Внутри 238 файлов. С целью перепроверить оставшиеся объекты на предмет вылеченных и количество двигателей, которые подтверждают зловредность объектов, я направляю остаток файлов на VirusTotal. Заканчивается процедура определения угроз. Среди оставшихся объектов 56 считаются незловредными. Были вылечены от зловредного кода. Оставшиеся 182 объекта разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Среди них 86 объектов подтверждены более чем 10 двигателями. Таким образом, процент нераспознанных составляет, если учитывать только объекты, которые подтверждаются более чем 10 двигателями, 10,5. Следующий архив для распаковки это 359 троян энкодеров. Вводим пароль. Количество объектов в папке сокращается. Три файла на остатке. Выполняем пользовательское сканирование данной папки. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Одна угроза. Два объекта ликвидирована. Один объект не был обработан. Тем не менее, в папке не остается объектов. После сканирования все энкодеры были удалены. Следующий архив 35 батскриптов. Вводим пароль. Зловредные объекты обнаруживаются. Открываем папку. Количество файлов сокращается. 24 объекта. Автоматическое удаление завершается. Выполняем пользовательское сканирование. Два объекта не обработано. Два файла. Пробуем устранить угрозу. Объекты были ликвидированы. Переходим к папке внутри. 22 объекта. Выполняем сканирование из программы. Проверка выполнена. Угрозы более не обнаружены. Еще одна дополнительная проверка. Угрозы не обнаружены. Таким образом, с настройками по умолчанию, среди батскриптов, антивирус обнаружил 13 объектов. Следующий объект 16 файлов, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Выполняем распаковку. Начинается обнаружение угроз. Был ликвидирован один объект. Выполняем пользовательское сканирование. Был обнаружен еще один объект. Требуется обработка. В папке остается 14 файлов. Контрольное сканирование. Более угрозы не обнаружены. И последний дополнительный архив номер 2, который содержит 457 объектов. Выполняем распаковку. Начинается обнаружение угроз. Открываем папку. Объекты в папке сокращаются. Ожидаем окончания данного процесса. На цифре 275 удаление объектов в папке прекращается. Дополнительно появилось два объекта файлов изображений, которые видимо являлись частью зловредных объектов. Данные файлы я удаляю. В папке остается 273 объекта. Выполняем пользовательское сканирование. Обнаружена рекламная программа. Удаляем. Дополнительно были обнаружены угрозы. Есть необработанные объекты. Устраняем. Рекламный модуль. Удаляем. Все объекты удалены. В папке остается 219 файлов. Выполняем еще одно пользовательское сканирование. Угрозы не обнаружены. Контрольная проверка. Угрозы не обнаружены. После выполнения рестарта системы, значок предупреждения сохраняется на продукте Касперского. Видимо, все-таки он действительно связан с тем, что срок лицензии истекает и необходимо приобрести продукт, потому что иных предупреждений просто не существует. Просматриваем количество оставшихся объектов в папках. 49, 238. Энкодеры отсутствуют. Я папку удаляю. 22 батскрипта. Среди них 2 целенаправленно написанных вируса. И последняя папка, которая сейчас содержит 219 объектов. Количество файлов более не удаляется. Оставшиеся объекты перепроверяются на VirusTotal для того, чтобы посмотреть количество вылеченных и количество двигателей, которые зловредность подтверждают, если таковая будет обнаружена. Результат проверки. 28 объектов из представленных считаются вылеченными. В настоящее время угрозы не представляют. Оставшиеся 191 объект разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из них 130 файлов подтверждены более чем 10 двигателями. Приступаем к следующей части тестирования. Это запуск оставшихся зловредных объектов. Для этого я запускаю комоду KiehlSwitch таким образом, чтобы мы могли наблюдать проверяемые, опасные и неизвестные процессы, расположенные в памяти. При открытии папки, которая на остатке содержала 49 объектов, 2 объекта были ликвидированы дополнительно антивирусом. Приступаем к запуску. Объект 31 от имени администратора. Появляется в памяти, присутствует как неизвестный. Запускается установщик. Здесь присутствует ссылка на компоненты защитных комплексов китайского производства. Я делаю отмену запуска этих объектов в связи с тем, что у нас уже установлен защитный элемент. Следующий объект 35. Запускаем от имени администратора. Компонент загружается и присутствует в памяти. Определяется как молва. 36 объект. Запускается в память. Присутствует как неизвестный объект. 37 объект. Предупреждение. Отсутствует библиотека. В связи с этим объект выгружается. 40 объект. Установщик. Кодировка языка неизвестна, поэтому устанавливаем данный объект, не зная, что он из себя представляет. Предупреждение о ошибке. Компонент запускается в память и выгружается. 41 объект. Ошибка. 42. Присутствует в памяти. Анализируется. И запускается приложение на китайском языке. Создаются новые сервисы. Появляются дополнительные приложения на установку. Закрываю инсталлятор. 44 приложение. Выполняется распаковка. Компонент присутствует в памяти. Предупреждение о ошибке обновления. И элемент закрывается в памяти. 45 объект. Предупреждение о ошибке. Сам распаковывающийся архив. Ошибка диска. 46 объект. Появляется в памяти. Присутствует как неизвестный. 47 объект. Загружается в память и присутствует как неизвестный объект. Попытка запустить приложение, которое не загружается. 56 объект. Загружается в память. Предупреждение. Обнаружено подозрительное поведение, характерное для вредоносной программы. Закрыть, разрешить и так далее. Выбираем закрыть и удалить программу. Следующий объект. 57. Предупреждение. Обнаружено подозрительное поведение 56 объекта, который мы ликвидировали. Попытаемся вылечить без перезагрузки. Следующий объект. 59. Появляется в памяти. Анализируется. Следующий объект. 61. Предупреждение о том, что программа возможно установлена неправильно. Объект. 65. Действие не наблюдается. Объект. 71. Предупреждение. Возникла ошибка и программа закрывается. Из памяти выгружается. Объект номер 76. Предупреждений нет. Объект не запускается. 82. Появляется в памяти и выгружается. 93. Действие не наблюдается. 95. Появляется в памяти. Анализируется. Возникла ошибка. Объект имеет поврежденный файл. Предлагают выполнить проверку на вирусы. 96. Объект. Появляется в памяти и выгружается. 97. Запускается приложение. И все файлы, которые не были запущены и не работали на горячую, в режиме реального времени удаляются из папки. Придется выполнять восстановление из архива. 102. Объект. Появляется в памяти. Анализируется. 105. Появляется в памяти. Определяется как червь. AutoEat. Предупреждение. Попытка запуститься дополнительным элементом. 105. Объект. Работает в режиме реального времени. 106. Объект. Ликвидируется. В папке отсутствует. 123. Появляется в памяти. Присутствует как неизвестный. 126. Появляется в памяти. И выгружается. 128. Выгружается. Программа возможно установлена неправильно. 129. Запускает архиватор WinRAR. 130. Действия не наблюдается. 132. Предупреждение. Объект находится в памяти. И выгружается. 142. Действия не наблюдается. 152. Появляется в памяти. Ошибка. И объект выгружается. 154. Присутствует в памяти как опасный. 163. Появляется в памяти. Анализируется. Предлагается загрузить объект архивный. Загружаем. Открываем. Архив. Текстовый документ. Мод. Игровая коллекция транспорта. GameDate. 164. Объект. Ошибка запуска. 166. Появляется в памяти. Выгружается. 170 объект. Судя по значку. Компонент защитного комплекса. Предупреждение. Программа возможно установлена неправильно. Закрывается. Предупреждение. У программы обнаружено опасное поведение. 163 объект. Реакция идет. Лечим без перезагрузки. 171 объект. Присутствует в памяти. Попытка запустить торрент. Загружаем. Открываем. Через торрент клиент. Объем достаточно существенный. ИСО образ диска. Модификации. И обновление. Загружать я не буду. 176 объект. 171 определяется как зловредный и присутствует в памяти. 179. Невозможно запустить в данной операционной системе. 183. Появляется в памяти. Присутствует. Попытка загрузить архив. Загружаем. 136 мегабайт. Занимает данный объект. Пока выполняется загрузка, пробуем запустить 186 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Продолжается установка дополнительных приложений. Предупреждение. Открывается браузер Amiga. Приложение по умолчанию. В настройке внесены изменения. Загрузка завершается. Открываем архив. Здесь присутствует патч. Демонстрационный. Демо-версия мода GTA. 187 объект. Вновь предупреждение. Amiga опять запускается. Ошибка. Запуска 187 объекта. 189. Предупреждение. Возможно программа установлена неверно. Amiga музыка запустилась. Закрываю. Вернее, пробую закрыть данное окно. Amiga присутствует и не хочет закрываться. Установлен кинорум браузер. Предупреждение. Trojan Win32 обнаружен. Пытаемся лечить без перезагрузки. Пытаюсь закрыть браузер Amiga. 195 объект. Действия не наблюдается. Мы запустили все объекты, которые присутствовали в папке. Появляются дополнительные, но это уже как следствие распаковки каких-либо объектов, запускаемых нами ранее. Выделяем данные файлы и пробуем их ликвидировать. Пропускаем те объекты, которые невозможно удалить. Активация приложения невозможна. Вновь стартует кинорум. Антивирус пытается вылечить обнаруженные угрозы. Пропускаем то, что невозможно ликвидировать таких объектов в памяти в настоящее время 8. К сожалению, в процессе запуска часть видеоматериала была утеряна. Так как после выборочного дополнительного запуска объектов из папки 819, где в итоге остался работающим один элемент на горячую, поэтому и не был удален 511, я решил запустить объекты из папки BAT скриптов и выбрал для этого целенаправленно написанный вирус. Данный объект в итоге массово запустил Pint. Остановить систему было уже невозможно. Выгрузить элементы невозможно. Управление было потеряно. Пришлось делать сброс зависающей системы и файл видео не был скомплектован. В связи с этим видеозапись отсутствует. Зловредный объект создает на территории компьютера в автозагрузке вирус BAT, который в итоге запускается при старте системы и продолжает запуск Microsoft Pint. Для того, чтобы избежать каких-либо зловредных последствий, приходится перехватить загрузку приложения и закрыть командную строку. Если удается это сделать, то мы продолжаем работать. В данном случае мы можем отключить данный элемент, и он не будет запускаться. В этом нам помогает диспетчер задач. Автоматически стартуют браузеры, которые в принципе нам не нужны, но они прописаны в автозагрузку. Вот данный текстовый материал, который создает вирус BAT, располагает его в соответствующей директории, и программа работает. Так как данные BAT-скрипты в режиме реального времени не работают, я их удаляю. Запускаем комода Kill Switch. В памяти присутствуют неизвестные элементы. Опасных в настоящее время нет. Несмотря на то, что они присутствовали во время запуска, тем не менее вынужденный сброс приводит к тому, что нет объектов, которые бы работали в режиме реального времени и являлись бы опасными. Согласно правил выполнения тестирования, я запускаю защитный комплекс, выполняю его обновление. Полная проверка. Запускаем и ожидаем окончания данного процесса. Проверяем папку для шифраторов. Архивы в доступном состоянии. Видеообъекты доступны. Файлы документов все на месте. Музыкальные объекты доступны. Фотографии. Все объекты доступны. Файлов, которые бы подвергались шифрованию, на территории компьютера в настоящее время нет. Таким образом, шифраторы, если даже и присутствовали среди зловредных объектов, представленных антивирусу, были ликвидированы и не смогли развернуться в системе. К сожалению, в процессе выполнения полного сканирования произошел БСОД. Данный факт был мной зафиксирован, и немного позднее я предъявлю фотографии, просто пока не могу подключать устройство к компьютеру, который находится в состоянии заражения. БСОД был связан с использованием памяти. Возможно, угроза, которая работала, вызвала проблемы при удалении. Я воспользовался имеющимся у меня диском и выполнил полную проверку с учетом обновления баз данных всего компьютера. Данный факт также фотографически зафиксирован. Была обнаружена одна угроза, сразу удалить ее было невозможно, и периодически программа сообщала о обнаружении данного файла, который был ликвидирован по окончании сканирования. Более угроз обнаружено не было. После выполнения лечения система загружается, медленнее обычного, но незначительно. Стартует несколько браузеров, запускается вновь коллекция лучших фильмов и мультфильмов, запускается Амиго, который сопутствует теперь нам, так как находится в автозагрузке. Что касается данных комода Kill Switch, программа фиксирует присутствие неизвестных объектов, большинство из которых компоненты Амиго присутствуют в памяти веб-странице. Mail.ru Update тоже является неизвестным, возможно, модификатом. Сервис обновления SoGo Downla, тоже неизвестный компонент, установленный программой китайского производства. Верхний элемент ничего общего, со зловредностью не имеет, является составной частью программы видеофиксации, на него я внимания не обращаю. Как мы видим, зловредных элементов в памяти не присутствует. Выполняем сканирование системы. Предварительно пробуем удалить объекты, которые ранее удалить было невозможно, они работали на горячий. Но здесь мы уже видим не 8, а 5 объектов, некоторые были ликвидированы, объекты удаляются, в режиме реального времени не функционируют. И один объект из папки дополнительный. Выполняем сканирование Zimano. Глубокая проверка. Одновременно запускаю сканер Hitman Pro и Malva & Bytes Anti-Malva. Полная проверка. Заканчивается проверка. Зимана обнаружила 95 зловредных изменений в системе. Здесь мы можем наблюдать видоизменения в браузерах подозрительной настройки. Trojan Win32 Generic в своей директории. Amiga содержит рекламные компоненты. Sogo Download содержит Generic Win32 Download. Amiga A2, Mail.ru A2, дополнительные приложения Amiga A2, Downloader Generic библиотека, аналогичная библиотека, созданный BAT скриптом VirusBat, который располагается в System32 Windows. VirusDOS считается не корс. Далее Download Win32 Generic, Win32 A2 компоненты, Amiga, Mail.ru, распространение аналогичных объектов, буквенные обозначения библиотек, считаются A2. Download Win32 Generic. Далее присутствуют элементы Sogo Download, Win32 Generic. По категориям угроз немного. Они принадлежат в основном рекламным компонентам в определенных установленных элементах. Что касается Hitman Pro. Находит три угрозы, поступающие на запуск Sogo Download, Malva, Ne-Virus, Download Win32 Sogo. Определяется двигателем Касперского. Данный элемент не находит программу, потому что, видимо, работает в ограниченном режиме, так как не подключена функция Другие. Далее, также поступает на запуск, но не работает. Не вирус Download Win32, библиотека 64-битная. Третий объект Sogo Download, запускаемый объект NetCache присутствует. Тоже не вирус Win32 Download. Злостных вирусных объектов на территории компьютера фактически не наблюдается. Что касается Malva и Bytes Antimalva, находит 15 угроз на территории компьютера после полной проверки. Опасными выбраны две. Trojan Agent, значение реестра и вирус BAT, который был создан BAT скриптом. Остальные объекты считаются потенциально нежелательными. Файлами это Amiga, System32 Tasks, Kinarum браузер и значение реестра. Выполняю восстановление системы на период, когда был установлен антивирусный комплекс. Была восстановлена операционная система на тот момент, когда я приступал к тесту в режиме по умолчанию. Демонстрирую фотографии, сделанные в процессе выполнения сканирования. Высот во время полного сканирования системы. Memory Management. Загрузка Rescue Disk. Обновление компонента на текущую дату. Результат проверки. Обнаружен и удален Trojan Wind Generic. Что касается текущего момента. Программа была переведена в режим безопасных программ. Я отключил компонент не удалять возможно зараженные объекты. Выбрал вариант максимального уровня безопасности по мнению производителя. После этого выполнил перепроверку по настройкам. Практически дополнительно никаких настроек я не касался. Только включил все те элементы, которые были в выключенном состоянии. Были отключены энергосбережения. Уступка ресурсов компьютера во время загрузки. В проверке по требованию пользователя отключена функция iSwift iCheck. Для того, чтобы более тщательно перепроверялись объекты. В режиме работы реального времени данные функции остаются отключено. Только не проверять ранее проверяемые объекты до их изменения. Подключаются обнаружения других зловредных объектов. Насколько возможно программа работает на максимум. Я переношу оставшиеся после выполнения распаковок архивы для того, чтобы работать с ними. Так как в любом случае объекты, которые уже обнаруживались, они однозначно будут обнаружены. Нас интересует, сможет ли программа дополнительно обнаружить какие-либо зловредные объекты после усиления защиты. Выполняем распаковку первого архива, где остается 49 объектов после удаления из количества оставшихся вылеченных. Выполняем распаковку. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Открываем папку. 48 файлов. Более угрозы не ликвидируются, не обрабатываются. Выполняем принудительную пользовательскую проверку. 6 объектов не обработано. Переходим к рассмотрению данных файлов и устраняем обнаруженные угрозы. Программа может быть использована злоумышленником для нанесения вреда компьютеру. Это как раз категория других. Удаляем и применяем аналогичные действия для всех таким образом обнаруженных программ. Выполняем еще одну проверку выборочную. Более угрозы не обнаружены. Внутри 42 объекта. Контрольная проверка. Более угроз не обнаружено. Оставшиеся файлы перепроверяются на VirusTotal. Заканчивается проверка. Из представленных файлов был вылечен полностью очищен от зловредного кода 1 объект 142. Таким образом, 41 файл содержит угрозы, которые подтверждаются разным количеством двигателей. Более чем 10 двигателями подтверждены здесь 14 объектов. Процент нераспознанных составляет от общего количества представленных 195. Если учитывать 41 объект как зловредный, 21%. Если учитывать объекты, подтвержденные более чем 10 двигателями, то это составляет 7,18%. Я удаляю 142 объект из общего количества для последующего запуска. Приступаем к распаковке второго архива, который содержит на остатке 238 объектов. Изначально 819. Распаковка. Открываем папку. Поступает предупреждение от антивируса о обнаружении вредоносного программного обеспечения. И количество файлов начинает сокращаться. Хотелось бы отметить, что после восстановления системы каких-либо предупреждений, желтых значков, предупреждающих о каких-то элементах опасностей, нет. Хотя у нас сохраняется процедура покупки. То есть продукт вошел в зону, когда необходимо покупать лицензию, остается менее 30 дней на использование. Видимо в предыдущем варианте данное предупреждение было связано с чем-то другим, хотя мы не наблюдали каких-либо дополнительных предупреждений. Запускаю процедуру проверки пользовательскую, для того, чтобы несколько ускорить процедуру сканирования. Обнаружены 4 объекта, которые не обрабатывались. Устраняем данные обнаруженные программы, которые являются легальными, но могут быть использованы злоумышленниками для нанесения вреда. В папке 233 объекта. Выполняем проверку выборочную из самой программы. Угрозы не обнаружены. И еще одна проверка, контрольная. Угрозы не обнаружены. В папке остается 233 файла из 238, которые были изначально. Перепроверять на VirusTotal эти объекты я не вижу смысла, потому что очень небольшое количество файлов было ликвидировано отсюда дополнительно. Следующий архив это оставшиеся 219 объектов из 457 изначальных. Распаковываем. Открываем папку. Начинается обнаружение зловредных объектов. Аналогично, объекты могут быть использованы злоумышленниками для вреда, хотя сами по себе зловредными не являются. Появляется предупреждение, видимо имеются необработанные объекты. Проходит время, в папке остается 217 объектов. Выполняем принудительное пользовательское сканирование, чтобы ускорить процедуру определения угроз. Завершается сканирование. 54 объекта не были обработаны из оставшихся в данной категории. Переходим к предупреждениям. 55 активных угроз. Устраняем все. Все объекты обработаны. Смотрим количество файлов внутри. 175. Выполняем еще одну проверку из самой программы. Выборочная проверка данной папки. Угрозы обнаружены не были. И контрольная проверка. Угрозы обнаружены не были. Таким образом, в данном архиве на остатке остается 175 объектов. Выполняем распаковку 35 бат скриптов. Обнаруживаются зловредные объекты. В папке 35 объектов. И количество сокращается до 22. Пробуем выполнить сканирование. Угрозы более не обнаруживаются. Выборочная проверка. Объекты зловредные не обнаружены. И контрольная проверка. Угрозы не обнаружены. Здесь по-прежнему остается 22 файла. 16 элементов, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Выполняем распаковку. В папке остается 14 объектов. Выполняем принудительное пользовательское сканирование. Более угрозы не обнаруживаются. Контрольная проверка. Угроз нет. Результат остается прежним. Приступаем к запуску оставшихся зловредных объектов в новом режиме работы защитного комплекса. Объект номер 31. Появляется в памяти. Присутствует. Ошибка. Объекта фактически нет. Загружается элемент с попыткой установить нам компоненты китайских производителей. Я отказываюсь от установки данных элементов, потому что антивирусный комплекс у нас уже имеется в 32. Запуск от имени администратора. Элемент находится в памяти, но отмечается как отсутствующий и выгружается. Тем не менее, Backdoor появляется и присутствует. На компьютере обнаружено вредоносное программное обеспечение. Необходимо его нейтрализовать. Предлагается выполнить лечение. Пытаемся лечить без перезагрузки. Есть необработанные объекты. Хост файл вылечен. Режим безопасных программ включен. Далее, 35 объект. Запуск от имени администратора. Компонент загружается и находится в памяти. 36 объект. Ситуация аналогично запускается и находится в памяти. 37. Программа заблокирована, так как включен режим безопасных программ. 40 объект. Аналогично, программа заблокирована. 41. Программа заблокирована. 44. Блокировка. 45. Аналогично, блокировка. 46. Блок. 47. Блокировка. 56. Блок. 59. Блок. 61. Блокировка. 65. Блок. 76. Блокировка. 93. Попытка загрузиться и выгрузка. 95. Запуск от имени администратора. В памяти появляются дополнительные элементы. И блокировка. 96. Блокировка. 97. Блокировка. 102. Блок. 102. Блокировка. 106. Блокировка. 123. Блокировка. 126. Блокировка. Программа заблокирована. 128. Блок. 129. Блокировка. 130. Блокировка. 132. Блок. 154. Появляется в памяти. Анализируется. Определен как зловредный. 164. Запускается, присутствует в памяти. Определяется как зловредный. Удаляется из папки запуска. Подгружаются и работают дополнительные процессы. 166. Заблокирован. 170. Блокировка. 171. Блок. 176. Блокировка. Была выполнена отмена изменения параметров браузера интернет-эксплорер дополнительной программой. 179. Блок. 183. Блок. 186. Блокировка. 187. Блок. 189. Блок. И последний объект 195. Блокировка. В настройках программы я отключил доверие цифровым подписям файлов. Тем не менее оставил загрузку и использование данных из КСН. В противном случае сама служба становится ненужной. Теперь давайте попробуем удалить запускаемые объекты. Все объекты удалить невозможно. Пропускаем те, которые работают в режиме реального времени. Это три объекта. Теперь давайте попробуем выборочно запустить некоторые объекты из папки номер 2, где находились файлы без отсеивания. Пробуем запускать. Четвертый объект. Заблокирован. 57. Объект. Заблокирован. 82. Объект. Блокировка. 168. Объект. Блокировка. 246. Объект. Запускается, присутствует в памяти как молва. Предупреждение. Загрузка выполняется элементов. Заблокирован вредоносный переход по вредоносной ссылке и скорее всего загрузить мы ничего не сможем. Блокирует антивирус. Переход по данной ссылке. 270. Объект. Запускается и присутствует в памяти. Определен как молва. И тоже попытка установить программного обеспечения. Опять My Start Search. Попытка загрузить. С помощью сервиса КСН обнаружено активное вредоносное программное обеспечение. Пытаемся лечить без перезагрузки машины. Заблокирован переход по ссылке. Здесь идет постоянная блокировка и элемент закрывается. Далее. 289. От имени администратора блокировка. А здесь у нас обнаружен не вирус, а рекламный блок. Удаляем. 314. Объект. Блокировка. 336. Объект. Блокировка. Обнаруженный рекламный модуль удаляем. И я думаю, что мы применяем ко всем объектам подобное действие. 348. Объект. Блокировка. 380. Блокировка. Предлагается выполнить лечение. Пробуем выполнить без перезагрузки компьютера. Я так понимаю, не получается у нас вылечить. Без перезагрузки. Предупреждение. Ошибка загрузки объекта. Свяжитесь со службой поддержки. Следующий объект. 448. Блокировка. 467. Блок. 556. Блок. 609. Объект. Появляется в памяти и выгружается. 648. Ошибка запуска. Программа закрывается. 705. Блок. 729. Объект. Появляется в памяти. Присутствует ошибка. Возникла, видимо, будет выгружена из памяти через некоторое время. 776. Объект. Блокировка. Пытаемся удалить объекты из данной папки. Пропускаем. У нас не выгружается только 1729. Все остальные объекты уже выгружены, которые запускались и работали из данной папки. Работает на горячую SoundEffect. Пробуем запустить объект из категории BAT скриптов. Третий. Вирусный объект. Запускаем от имени администратора и объект был блокирован. Пробуем рискнуть и запустить объект номер 2, который бесконечно запускает Pint, перегружает систему, создает BAT объект, который поступает на автозагрузку и впоследствии постоянно будет выполнять данное действие. Блокировка. Не получилось у зловредных объектов выполнить задуманное. Пробуем еще один элемент, который менее опасен, но может также причинить неудобства. Убивает процесс Explorer Exe. И тоже заблокировано. Таким образом, все объекты из данной категории будут блокироваться, если мы будем работать в режиме безопасных программ. Что касается предупреждения. Компьютер может быть под угрозой. У нас имеется объект, который необходимо устранить. Это легальная программа, которая может быть использована злоумышленниками. Ликвидируем данный объект. Угроза устранена. Я удаляю BAT скрипты, потому что они уже нам не нужны. Запускаться они не смогут. И теперь выполняем полное сканирование компьютера. Сейчас в памяти у нас присутствует 4 красных объекта, по мнению комоды Killswitch. А также 2 неизвестных. Переходим к процедуре проверки. Предварительно попытаемся выполнить обновление. Обновление выполнено. Переходим к проверке и запускаем полную проверку. Ожидаем окончания данного действия. Обработан 41% файловой системы. Были обнаружены зловредные объекты. Два файла Трояндаунлада присутствуют в программ Дейт и в документах. Имеется потенциально нежелательный объект. Легальная программа, которая может быть использована для нанесения вреда. Расположена в документах. Завершается проверка. Предлагается выполнить лечение с перезагрузкой. Что я и собираюсь сделать для того, чтобы гарантировать качественную процедуру. После выполнения перезагрузки программа предупреждает нас о том, что необходимо выполнить восстановление после заражения, а также о том, что у нас проблема. Имеется объект, который является легальным. Давайте устраним этот объект. Удаляем. Больше предупреждений нет. Остается выполнить мастер. Я не наблюдаю каких-то глобальных видоизменений. Все они присутствовали и до того, как программа была установлена. Что касается данных комода Killswitch, то у нас в системе находится один красный опасный объект, Content Network. И присутствует неизвестный элемент. Выполняем проверку системы при помощи сканера Zimano. Глубокая проверка. Одновременно запускаю Hitman Pro и Malva & Bytes Antimalva. Выполняем полную проверку. Пробуем удалить объекты, которые оставались и работали из папок запуска. Три объекта в первой директории удаляются без каких-либо проблем. Соответственно, в режиме реального времени не работают. И еще один объект из второй директории также удаляется. Сканер Zimano обнаруживает подозрительные настройки. Это касается браузера. Далее. Internet Explorer поиск. Подозрительные настройки. Firefox поиск. Потенциально нежелательные приложения. Взлом DNS. Изменения Ethernet DNS. Далее. На диске C присутствует Malva & Win32. Старт меню программ Startup Malva & Win32. Объекты из папок запуска мы удалили. Они определены как зловредные. Три объекта. Фактически их не существует. На диске C в своей директории присутствует объект RyanWin32. В темпе Exe объект рекламный A2Win32. И в своей директории на диске C объект RyanWin32. Таким образом, всего получается 17 зловредных видоизменений с учетом видоизменений в браузерах. Hitman Pro находит 11 следов в системе. Поступает на запуск, но не работает. Троян на диске C в своей директории Generic. Работает и поступает на запуск Malva Weisman Exe на диске C. И располагается вариант Grafter. Работает и поступает на запуск. Bluetooth Vive Update Roaming Start Menu Trojan Win32 Generic. Вариант Mickey. Определяется двигателем Касперского Hitman Pro, но почему-то не был обнаружен и удален самим защитным комплексом. Далее присутствуют два объекта из папки запуска, которые мы можем не считать, так как их фактически уже нет. Далее, в системе 32 присутствует, но не работает объект bin Trojan Agent Auto It. Trojan на диске C в своей директории Generic. Далее идут объекты в корзине. Три объекта, которые мы также не считаем. И еще один объект, который был удален из папки запуска. Таким образом, 6 объектов мы вычитаем и у нас остается 5 объектов, которые фактически были найдены в Hitman Pro. Что касается результатов проверки Malva Bytes. По типу просматриваем 4 опасных объекта из 127 инфицированных. Угрозы, которые являются потенциально нежелательными. A2 Clover Plus, Weissman и Malva Trace. Вредоносная программа в пользовательской директории присутствует. Далее потенциально нежелательные программы Mozilla Firefox. Каталог. Реестр. Процесс работающий. A2 Clover Plus, Weissman. И далее идут потенциально нежелательные папки. Вредоносное ПО значение реестра и данные реестра. Таким образом, фактически глобального заражения системы не состоялось. Здесь плюсом является тот факт, что антивирусный продукт, большинство запускаемых зловредных объектов, практически все, блокировал, так как они ему неизвестны. Однако была категория объектов, которая, несмотря на все ограничения, все-таки запускалась. И как итог мы видим присутствие потенциально нежелательных объектов, а также объектов зловредных. Хоть и невысокой степени риск, тем не менее глобального заражения не состоялось. С вами был NoStrom871. Спасибо за внимание. До свидания.